Номер 5 Стих 5 Я есть млаза, а вы ветви Кто пребывает во мне Не только во мне, но также и я в нем Видите? Вы можете пребывать Иисус может пребывать в вас А вы можете выбрать не пребывать в нем И в комбинации эти две вещи Приносят плод Другими словами Как Иисус пребывает во мне Он пребывает во мне через Его слова во мне А как же я буду пребывать в нем Чтобы пребывать в нем Это означает Когда люди ищут тебя Они, во-первых, видят Христа Что это означает? Павел говорит Облекайтесь во Христа Знаете, как вы одеваете одежду Если вы одеваете одежду Облекаетесь Когда люди видят тебя Первое внимание Своё внимание Они обращают на одежду Если я надену свой оранжевый африканский костюм Он такой яркий Во-первых, вы обратите внимание на Него И вы настолько привыкли к моему лицу Что вы даже не думаете о том, что я чернокожий Ну, мы уже как бы вместе Когда я одеваю что-то яркое Вы видите во-первых одежду И из-за той одежды, которую я надел Вы будете оценивать меня по этой одежде Самсон выглядит хорошо Если я вернусь в следующее воскресенье И надену джинсы, которые вот так вот порваны И надену такую майку с таким V-образным вырезом И вы увидите здесь мою грудь И надену такую длинную цепь И стану здесь На прошлой неделе я выглядел хорошо На этой Самсон выглядит как безумный Но его лицо же не изменилось Но то, что он на себя надел Изменилось Пребывая во Христе И позволим Ему пребывать в тебе Что это означает пребывать во Христе? Поступать по Слову Которое в тебе Позволь миру видеть то, что в тебе Представьте Вы прочитали утром Что не лги Это Слово в тебе Но недостаточно, чтобы был плод Когда ты выходишь И начинаешь лгать И они говорят, почему ты лжешь? Не важно, лгу я или нет Во мне есть Слово Слово говорит, что я не должен лгать И я взял это Слово внутрь себя Но ты только что солгал Не важно Нет, это важно Потому что множество христиан Они знают всю Библию Прежде чем я закончу проповедовать это послание Уже вы будете знать, о чем я буду проповедовать Мы все знаем Слово Но когда мы возвращаемся к Слову Каждое воскресенье Эта причина в том Причина в том, что мы растем до той ступени Когда мы уже наденем его на себя Обличемся Мы будем думать, как Слово говорит И будем поступать, как Слово говорит Даже если вам пистолет поставят к виску Твоё исповедание Это Слово И вот что Бог делает для нас Поэтому в пятом стихе Он говорит то, что Кто пребывает во мне и я в нем Тот приносит много плода Видите? Не просто плод Много плода Мне это нравится Ты не пытаешься что-то сделать Кто-то пытается тебе сказать Иисус говорит Сын Ты моя лоза И в этом сезоне твоей жизни Не важно, как много ты делаешь Очень важно, как ты связан со мной Чтобы было много плода Ибо без меня не можете делать ничего Очень ясное утверждение от Иисуса Это означает Что бы ты ни пытался сделать без Него Не будет работать Даже если это Его собственная работа Если ты пытаешься сделать Божью работу Без Бога Это не будет плодотворным А у Бога не будет с этим проблем Пока Ты не будешь работать с Ним Тогда будет плод Шестой Тот, кто не пребывает во мне Извергнется вон, как ветвь И засохнет Посмотрите Если ты отрезаешь ветку И кидаешь на пол Высохнет ли она в первый день? Нет Требуется время Множество христиан Множество верующих Думают, что у меня и без Иисуса все в порядке Я справляюсь Ветвь уже была отрезана Но это только первый день Ты по-прежнему наслаждаешься нутриентами, которые остались в тебе День 2 Все в порядке День 3 Вроде тоже все в порядке День 4 Нутриенты, они как бы заканчиваются Но вместо того, чтобы быть умным И присоединиться обратно к ветве И получить больше нутриентов Теперь ты хочешь пытаться Почему это не работает? Я должен что-то сделать А Иисус говорит Для тебя ничего не можешь сделать Кроме того, как вернуться К источнику нутриентов